Ипотечные облигации, субстандартные кредиты, транши. Это всё так сложно, да? Вы уже заскучали? Или тупите? Ну, так и должно быть. Уолл-Стрит сыплет непонятными терминами, чтобы вы думали, что лишь они могут делать то, что делают. И что лучше, дать им во всём разобраться. А вот Марго Робби в пенной ванне вам всё объяснит. Ипотечные облигации Льюиса Раньери были потрясающе доходными для больших банков. К ним плыл миллиард за миллиардом. Они имели 2% с каждой проданной облигацией. Затем обеспечивающих их кредитов стало мало. Но казалось, что ещё много домов и много богатых людей, которые их покупают, так? И вот банки нарыли кредиты с плохой кредитной историей без проверки доходов. Спасибо, Бандер. В итоге они спасли свой станок печатания денег, так? Между прочим, такие кредиты называются субстандартными. Ну а субстандартный значит дерьмовый. Наш друг Майкл Бьюри понял, что эти облигации, которые обеспечены кредитами с рейтингом ААА, на самом деле дерьмовый пшик. Он хочет сыграть на понижение и на этом заработать. Поняли? Что ж, пошли вон.